итак ребятки берем 1 килограмм батриджан моем их очищаем от шкурки можно полностью можно частично и нарезаем так как вам удобно ребят я я нарезаю вот вот такие вот палочки картофеля free ребятки после того как нарезали берем посыпаем обильно солью я нижний слой уже просолил это вообще сверху ну я не знаю пару пару жменек и хорошо это все перемешиваем чтобы соль полностью у нас было каждый кусочек для чем это делаем это мы делаем для того чтобы соль вытянула сок чтобы горечи него пока наши батриджаны отдают весь свой сок невкусный мы подготавливаем помидоры моем их и что мы делаем мы их я вам советую ребята если будете кусочками нарезать очищать от шкурки если вам лень этим заниматься как мне в данный момент я это все блендером собью на этом решим помидорчиков 1 килограмм затем ребятки берем болгарские перцы какие у вас есть у меня вот два красных два зелененьких эти красные импортные это уже наше отече ну короче что есть то и берем без разницы на данный момент у меня 400 грамм перцев вы можете 500 и 600 тут как бы строгай любите перцы кушать берите побольше я у меня есть наличие я сейчас не иду не ищу сколько есть только 400 грамм перцы нарезаем пополам ребятки у меня прошел один час ее наши баклажанчики и вот так вот вот так вот отжимаем их что у нас сок вытек проверяем ребята наше масло уже горит отправляем вот так поштучно но ребята мы не тушим а именно нам надо обжарить поэтому мы по одной штучке добавляем мы будем обжаривать до золотистой корочки а потом доставать масло можно ну как бы чуть побольше чтобы она даже плавала типа как во фритюре тогда же будет наверно лучше затем ребятки берем острый перец вот у меня вот такой он но это знаете относительная вещь не все любят но это кавказское блюдо обязательно должно здесь быть есть а могу посоветовать если не любите очень острое добавьте чуть-чуть те кто любят остро добавляйте по максимуму ведь зашу во рту все горело от этого блюда не испортится но без него никак нельзя обойтись так ребят после того как нарезали перчик точно также поштучно практически добавляем масло все не добавляем нам надо его обжарить не тушить чисто обжарим если все добавим ребята она будет тушиться многие много влаги выйдет вот тушеная тушить на минут нам надо обжарить друзья эти мелко нарезаем итак друзья мои отправляем наш лучок обжариваться а пока наш лук жарится мы нарезаем зелень у меня реган базилик можно зеленый если у вас есть и кинза общий вес у меня 100 грамм но я сколько чего я не заморачивался так наглазил и чесночка но чесночка я не знаю ну можно вот полголовки 1 2 3 5 5 зубчиков свежая чесночка ребят и так как это у нас летнее блюдо мы никаких сухих специй тут не используют только все свежие свежая зелень свежий чеснок свежий лук ничего другого никакой химии никаких высушенных только экологически чистые и вкусные продукты когда наш лучок уже практически приготовился это стал золотистым добавляем сюда наш острый перец ребятки лучок готов вот смотрите какого цвета у нас помидоры сейчас добавляем сюда и доводим до того момента пока помидорки наши не потемнеет приобретут более привычный цвет ребятки обязательно добавляем чайную ложечку сахара чтобы убрать кислоту и постоянно помешиваем на медленном огне доводим до кипения и так ребятки добавляем пол чайной ложки нашим соус соли и так ребятки после того как наш соус потемнел добавляем сюда наши перчики обжаренные равномерно распределяем по соусу и добавляем наши баклажанчики аккуратно это все перемешиваем чтобы баклажаны наши не порвались друзья накрываем крышкой на медленном огне даем минут десять и потонится таких пор пока не начнет вот так у нас и так ребятки после того как у нас она забурлила добавляем нашу зеленюшку с чесночку хорошо все это перемешиваем но без фанатизма чтобы у нас цельный остались овощи чтобы в кашу это все не превратилось выключаем нашу плитку накрываем крышкой и даем минут десять настояться и так ребятки друзья вот посмотрите какая красота у нас получился насколько она вкусно это вообще словами не передать да кстати друзьям вот это блюдо джебсандал это у нас какая-то классическая классическая заготовка именно от джебсандал этого типа как узнает восточную кухню значит такой зирвак вот это тоже самое можно назвать зирваком потому что есть видосиков очень много где написано джебсандал с картофелем вот вот это вот у нас самая начальная стадия сюда добавим картошечку и вас будет джебсандал с картофелем есть видосики где джебсандал с мясом добавьте сюда мясо ковядину или свинину курица не подойдет мне кажется баранину можно есть добавьте и будет это джебсандал с бараниной есть еще варианты когда добавляют вот сюда морковку но я не люблю и я морковку люблю но и считаю что для этого блюда но морковь лишняя и свои вкусы здесь главный герой этого блюда это у нас патриджаны то есть баклажаны ну а если сюда добавить еще морковку допустим то тот же картофель добавить фасоль стручковую это уже у нас будет не не джебсандал а будет у нас просто рагу овощное поэтому ребята если кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь всем спасибо за просмотр и пока пока